Вот иногда так думается, хорошо, что телевидение не передает запахи. Вряд ли бы вы сейчас устояли перед экраном. В ботаническом саду Нью-Йорка зацвел огромный, так называемый, трупный цветок. Это аморфофалус титанический. Один из наиболее крупных и зловонных тропических цветов, вообще существующих на планете. Вообще-то, в естественной среде обитания, в лесах Суматры, цветочек-то этот практически исчез. Люди его истребили. Их можно в чем-то понять, потому что запах цветка сравнивают с гниющим мясом, тухлыми яйцами, ну или даже с гниющей рыбой. Да и выглядит он окраской и текстурой тоже не очень приятно. Для насекомых, зато, как вы понимаете, он очень привлекателен. Это растение опыляется мухами и жуками. Их притягивает этот гнилостный запах. Они в цветке и личинки свои откладывают. Им там очень хорошо живется. Ботанический сад Нью-Йорка процесс распускания бутона аморфофауса титанического транслирует даже в прямом эфире. Растение высотой более двух метров с массой соцветия в десятки килограммов цветет-то всего два-три дня. Для сада это знаменательное событие. Последний раз цветение было аж десять лет назад. Но в других садах мира цветок тоже не балуют. То раз в восемь лет зацветет, то в девять. Но, возможно, нам и не надо так часто. Впечатлений у свидетелей хватит на долгий период. Впечатление, что я нюхаю мусор. Я живу в пригороде Бруклина. Его цветок пахнет так же отвратительно, как местные помойки. Пахнет собачьими какашками. Этот цветок пахнет рвотой. Ужасно, мусор. Нет, даже хуже, чем мусор. Гарбач.